Здравствуйте! Это программа «Спросим прямо». Меня зовут Булац Денишеев. И сегодня у нас в гостях депутат городского совета Валерий Павлович Амагыров. Также он является председателем комитета по социальной политике. Здравствуйте! Здравствуйте! Рей Павлович, ну вот, во-первых, вас с прошедшими майскими праздниками, с 1 мая, мы с 9 мая на округе проводили мероприятия, с ветеранами встречались? Конечно! Здравствуйте! Мероприятий, конечно, проведено очень много. Год очень значимый, 70-летие Великой Победы. И помимо этого были общегородские мероприятия, районные мероприятия. И, конечно, у каждого депутата были мероприятия на округах своих. И, в частности, на моем 28-м избирательном округе проводились мероприятия. Это вручение, в первую очередь, медалей юбилейных по указу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Это проводились вечера, встречи с ветеранами. Проводились шахматные турниры, спортивные турниры, турниры по мини-футболу среди дворовых команд. То есть, достаточно много мероприятий проведено на округе. И 1 мая, и 8, и 9 мая в микрорайоне Забайкальском 8 мая открыт был турнир по мини-футболу, в котором участвовало 16 команд в памяти фронтовикам микрорайона Забайкальский. Это уже 16-й турнир по счету, уже ежегодный, в преддверии 9 мая проводится. И, естественно, затем в микрорайоне Забайкальском также дети, школьники, взрослые люди пришли с фотографиями своих дедов, фронтовиков. И также мнение бессмертного полка прошли от школы до ДК Забайкальского, где у памятника фронтовикам погибшим в микрорайоне Забайкальском был митинг, где присутствовали жители, наши избиратели. И, конечно, проведено было очень на высоком уровне. Присутствовала и администрация города, и администрация районов. Конечно, действенное мероприятие, особенно для нашего подрастающего поколения. Валерий Павлович, вы знаете, я хочу спросить вас о таком. Вот ветераны, не секрет, это самая активная часть населения, они с активной гражданской позицией. И наверняка у них к вам, к депутату, очень много вопросов. Во время встречи, какие вопросы вы обсуждали с неделкой, не только же поздравляли? Да, вопросы есть. Конечно, жизнь же не бывает никогда без вопросов. Поэтому, конечно, есть, даже во время, когда выборы прошли, мы наказы избирателей собирали, свыше 200 наказов избирателей, но это каждый депутат, конечно, наказы получает. Ну, а у ветеранов, конечно, у тружеников тыла достаточно много вопросов по бытовому обслуживанию. То есть, у меня в основном отдаленные микрорайоны, это светлые и забайкальские микрорайоны. Естественно, там проблемы с водоснабжением, с уличным освещением, с благоустройством территории, те же бродячие собаки. То есть, достаточно таких много вопросов, которые мы решаем и, в принципе, и дальше будем решать. Ну, вот они постепенно решаются. Ну, и вот я знаю, да, на самом деле, что вот проблема с бродящими собаками в поселке Зубайкальске и поселке Светлым достаточно острая. И вот как раз возле реабилитационного центра Светлый произошел случай-то, когда собаку... Да, 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 ребенка чуть... Ребенка, да, собака покусала. Вот какие меры, как лично вы, как депутат, предпринимали? Ну, в этом плане я как медик, естественно. Конечно, ребенка-то укусили еще в прошлом году. Действительно, ребенок получил большое количество укусов, ранений. Он находился в детской реанимации в нашем ПСМП. И сейчас он, конечно, выздоровел, но тем не менее, шрамы и раны от собачьего куса очень глубокие. Они остались, конечно. Но это очень большая проблема. В Чите, помните, недавний случай, когда действительно ребенка насмерть загрызли. Поэтому, конечно, достаточно большая проблема с бродящей собакой. Но получается так, что это не полномочия, не муниципалитета. И получается, что это полномочия республиканского бюджета. И в прошлом году, когда выиграла, ну, явно отношение не имеющие аукцион, конкурс, аукцион фирмы, перспектива авто, по-моему, да, который вот ездит рейдами по районам, ну, это же невозможно. Тем более, что в основном самое большое количество бродячих собак у нас в городе. И в связи с этим, конечно, вот в этом году аукцион выиграл наш комбинат по благоустройству. И я думаю, сейчас, наверное, наладится планомерная, четкая работа по отлову собак. Ну, совершенно верно говорите, то, что вот комбинат по благоустройству сейчас выиграл. И вообще в это решение этой проблемы нужен комплекс мер определенных, а не просто отлавливать. Ну, вот продолжая, скажем, разговор о деятельности вас как депутата, кроме того, вы являетесь председателем комитета по социальной политике в Горсовете. Скажите, пожалуйста, вот сейчас по всей стране проходит заметность квестирования бюджетов, ну, вот, скажем, ввиду экономии, да, бюджетных средств. Социальную сферу Ландо это каким-то образом коснется? Ну, секвестр бюджета сейчас пока не проводился. Это первое. Ну, в принципе, проведена оценка выпадающих доходов. Доходы, они откуда складываются? Конечно, это наши с вами налоги, работающих людей, да, и плюс неналоговые доходы. И примерно выпадающих доходов составляет где-то 155 миллионов рублей. В целом, конечно, сокращение ожидается по бюджету. И сейчас идет работа по поиску решений по обеспечению сбалансированного бюджета. Но вот что хочу сказать, что в прошлом году, например, бюджет города у нас всю жизнь был социально ориентированным, и в прошлом году свыше 4 миллиардов было затрачено, это 62,5% на расходные обязательства по социальной сфере. Это образование, культура, молодежь, политика, молодежная политика, спорта и так далее, и так далее. То есть достаточно много. Это и зародоплата, и содержание, и новое строительство. То есть в этом плане работы проводились. И сейчас предполагается, ну, примерно что, в первую очередь? Это уточнение расходов, в первую очередь, на коммунальные услуги, там, возможно, будет экономия, да. Затем максимальное, наверное, сокращение количества командировочных затрат, тоже экономика какая будет, да. Ну и реализация мероприятий по оптимизации материальных затрат. То есть это или новое строительство, какой-то долгострой, может, есть смысл его дальше продолжать или нет. То есть вот такие вопросы. А что касается вот численности, например, штатного расписания и зародоплаты работников социальной, социально-бюджетной сферы, то я считаю, что это не будет никакого сокращения, никакого секестра. И потому что еще одним из основных направлений деятельности, не только в 2014, но и вообще во все последующие годы, это работа по исполнению майских указов президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Вот в связи с этим, что майские указы президента Владимира Владимировича Путина, да. Я знаю, вы тоже возглавляете сейчас рабочую группу по работе с наказами избирателей, да. То есть вы таким образом как-то отслеживаете, скажем, работу не только самого себя, да, но и своих коллег. Вот какие наказы, прежде всего, во главу угла ставятся, что решается в первоочередную задачу сейчас? Значит, действительно, в декабре 2014 года депутаты доверили мне возглавить комиссию рабочую группу по наказам избирателей. Практически туда входят все наши депутаты. И действительно мы обсуждаем проблемы. На первом заседании по наказам избирателей средств бюджета города выделяется каждому депутату на округ в размере 1 миллиона рублей в этом году. И эти 30 миллионов единогласно наши депутаты приняли решение о том, чтобы направить их в комитет по образованию. Зачем? Для того, чтобы, потому что очень достаточно много за предыдущие годы, начиная где-то с 2012 года, вопросы появились в предписании Роспотребнадзора, Госпожнадзора. А там достаточно сложные вопросы. Это, во-первых, и запасные выходы. То есть это защита детским садам и школам. Да, да, да. Это, в первую очередь, касается безопасности наших детей. И наши депутаты эти 30 миллионов по округам распределили по детским садам и школам на первоочередные по предписаниям. Мы согласовали и с Роспотребнадзором, были у главного здания санитарного врача, Ирина Степановича Ханхареева. Действительно, что мы все вопросы-то этими 30 миллионами не решим. Ну да, совершенно верно, потому что сумма-то 30 миллионов, она не такая уже большая для решения глобальных задач. Потому что предварительно по всем предписаниям там почти на миллиард выходит, если честно. Поэтому мы хотя бы самые острые, самые приоритетные вопросы мы с ними согласовали. И с управлением Госпожнадзора по городу, с Думным. И в принципе приоритеты мы выбрали и направили эти средства по округам на устранение предписаний этих. Эта работа будет полномерная и будет продолжаться. Потому что действительно, мало того, что у нас детских садов не хватает и школ, но еще, не дай бог, еще и закроют детские сады, школы. Что будет вообще? Это, конечно, достаточно сложная проблема, сложный вопрос. Вот, кстати, продолжая тему детских садов, как раз вы затронули ее. Ну, не секрет, что у нас действительно очень напряженная ситуация с детскими садами. Это не такая сильная, как, скажем, была в начале 2000-х. Но все равно есть эта напряженная ситуация с детскими садами, с местами детских садов. Недавно буквально глава республики говорил о том, что нужно активно начинать строительство новых детских садов и расширять старые, пристрои делать. Вот в этом направлении депутаты городского совета как будут работать, что предпринимать? Я бы, конечно, хотел сказать, предварить этот вопрос. В каком плане? Вообще, в советское время в нашем городе существовало 367 детских садов. 367, да? Сейчас всего где-то 160, что ли, 167, что ли. Это 367 в советское время, когда численность у Лануды еще не была такой большой. Около 300 тысяч населения было. С чем это связано? Больше половины детских садов были ведомственные. Это заводы, это предприятия и так далее, и так далее, и так далее. Когда наступил капитализм, все акционировались, эти все предприятия, заводы и фабрики, грубо говоря, эти детские сады приспособили или под жилье, или под офис, или под что-то другое. Естественно, сразу появилась социальная напряженность в этих детских садах. Это первое. Второе. Конечно, вопрос достаточно сложный, потому что на 1 января 2015 года, и что хочу сказать, затем был спад, в смысле напряженность сохранялась, но потом, когда у нас появились так называемый путинский материнский капитал, у нас резко в гору пошла рождаемость. В связи с этим, конечно, пошел очень большой дефицит детских садов. Сейчас на 1 января с нуля до 7 лет на очереди в городе состоит 21 тысяча, если мне не помнить, не изменяет, 843 ребенка. Это же когда они пойдут в детские садики? Нет, ну с нуля-то они же, конечно, не пойдут. Ну понятно. А детей, которые принимают детские сады с 3 до 7 лет, их состоит на очереди где-то 7, порядка 7400. Из них где-то в этом году, в мае, вот сейчас с 1 по 31 мая идет распределение детских садов, предварительное, да, то есть, которые в сентябре уже пойдут, да, примерно где-то больше половины мы закрываем, где-то около 4 тысяч, да. А остальные мы вынуждены, не вынуждены, а и комитет по образованию, администрация города идут на встречу всем желающим, да, кто формирует альтернативные частные детские сады. И плюс идет, ну скажем так, не переуплотнение, а наполнение, большее наполнение наших детских садов. И за счет этого еще дополнительно планируется, ну, где-то около трех тысяч с небольшим тоже детей взять. То есть, в принципе, в этом году, наверное, мы, возможно, даже сможем очередь детских садов с 3 до 7 лет. Кэнш-эль-Кюнь. Но это, конечно, большая задача. Причина-то достаточно сложная. В каком плане? Потому что за последние годы, во-первых, увеличилась рождаемость, да, значительно. Во-вторых, очень пошло большой миграции сельского населения. Ведь по данным тех же наших же медиков, у нас же вот 372 будто бы по переписи проживают, а реально цифра подходит к полмиллиона. Понимаете, в чем я говорю, да? То есть, естественно, там и дети детсадовского, и школьного возраста, из-за чего и в школах такая же проблема. Особенно в тех местах, в тех районах нашего города, где идет большая застройка. Это, считайте, сотые квартала, это левый берег, это вот где район Саян, где достаточно сносятся старые дома, да, возводятся новые. То есть, в этом плане, конечно, достаточно большие проблемы у нас. Ну вот вы говорили, что раньше была практика ведомственных детских садов, да, но вот я вот смотрю здесь, действительно, ну, практика-то действительно была хорошая. Может быть, стоит как-то так где-нибудь вдруг об этом напомнить предприятиям, которые, ну, действительно, сейчас встали на ноги, и можно с ними переговорить в этом направлении? Ну, давайте так сейчас скажем, да, сейчас, в принципе, в нашей республике, ну, в городе, наверное, основной бюджет, образующий, стабильный работающий предприятие, это Волганинский авиационный завод, да? Остальные предприятия, ну, достаточно живут в сложных экономических условиях. Конечно, не каждому предприятию под силу, это раз. Второе, ведь они же, вот наши Волганинские авиации, это же предприятие в системе холдинга, да, поэтому, что скажет учредитель, что скажет, тут достаточно много вопросов в этом плане. Конечно, никто не запрещает нашим работодателям организовывать и детские сады для своего персонала, да, так называемый, соцпакет делать, в этом плане вопросов нет. Ну, пусть маленький детский садик не такой огромный, как, скажем, в советские годы был, да, там, строили там и курортные дома, и детские сады, и клубы были ведомственные, то есть много всего было. Санаторий, пансионаты. Да, да, я это прекрасно помню, когда ты приезжаешь, и ты знаешь, что это, допустим, санаторий, тунгсаконной фабрики, там, мануфактуры, там, или еще что-то, да? Вот, ну, вот, Валерий Павлович, вы как опытный врач знаете, что в стране проходит реформа здравоохранения, ну, я как понимаю, да, сейчас хотят основной упор сделать на амбулаторное лечение, а нагрузку на больницы снизить. Это так? Ну, во-первых, это, наверное, это одно из таких побочных эффектов, наверное, можно так сказать. В принципе же, в развитии здравоохранения программа реформирования здравоохранения, конечно, проходит поэтапно. На определенном этапе решаются одни задачи, затем по достижении этих целей поставленных решаются следующие и так далее, и так далее, да. То есть, в принципе, сейчас мы проходили и нацпроекты, да, то есть, затем проходили модернизацию здравоохранения, да, когда оснащались лечебное учреждение оборудования, и так далее, да. Ну, в первую очередь, конечно, все направлено на это, на профилактику, затем на развитие высокотехнологической медицинской помощи. Ну, вот, Валерий Павлович, возвращаясь к теме 9 мая, потому что, ну, 9 мая прошел, но праздник на этом не заканчивается, и 70 лет победы мы будем продолжать отмечать весь год, наверное. А вот в юбилейный год победы особое внимание уделяется нашим, конечно, ветеранам и труженикам тыла. Какие льготы будут предусмотрены для них, вот, от депутатов городского совета? Что в этом направлении делается? Ну, во-первых, год действительно нашим городским советам 70-летия Великой Победы, год назван годом патриотического воспитания молодежи, на этом разработана целая программа, выделены финансовые средства, и, конечно, необходимо приемственность поколений, воспитание наших школьников, наших детей, подрастающих поколений на жизни, на этой войне, на наших тружениках тыла, которые войну действительно и взрослых работали в колхозе, и на заводах, и танки, и пушки, и снаряды делали, и урожай собирали, то есть все и прочее. И, конечно, достаточно много льгот у нас существует и на уровне Российской Федерации, на уровне Республики Бурятии, ну и в городе у нас также есть льготы, это, во-первых, это и проезд на общественном транспорте, на трамвае, городских маршрутных, да, далее у нас подписки для ветеранов, да, на газеты, абонентская плата, оплата, да, за телефоны, вот такие, то есть то, что имеет, то есть есть полномочия местного самоправления, те льготы мы в полной мере оказываем. И действительно на празднике 9 мая год 70-летия Великой Победы не заканчивается, действительно в мероприятии разработан целый комплекс мер, целый комплекс программ, программы, которые будут зайти в течение года. Валерий Павлович, ну вот вы неоднократно в своей речи говорили о том, что подрастающее поколение, да, вот в последние десятилетия, скажем, да, ну ощущается такое, скажем, волна, такая волна патриотизма, да, и вот не стыдно произносить слово патриот России, патриот Республики Бурятия. Вот вы, как представитель старшего поколения, да, вы чувствуете вот такую волну патриотизма среди молодежи? Чувствую, да, действительно. Раньше волна патриотизма, наверное, была в зачатке у нас, не только в Республике, но и в стране, но вот очень большой всплеск патриотизма, конечно, дала Сочинская Олимпиада. Это прямо действительно. Особенно еще и победа наша сборная, конечно. Действительно, очень такая убедительная победа наших олимпийских чемпионов. И, конечно, вот и год 70-летий, вот нынче, на парад 9 мая видели бессмертный полгода, сколько людей пришло. Это же вот это, тоже патриотизм. На машинах я вижу, там, на Берлин, там, спасибо деду за победу, но еще есть, еще и вперед на Нью-Йорк. То, что молодежь сейчас действительно помнит и чтит свою историю. Да, во-первых, молодежь у нас стала, смотрите, какая, во-первых, да, она стала очень правильно относиться к здоровому образу жизни. Это раз. Это очень, они уже думают о себе. Это раз. Второе, то, что, например, они узнали в год 70-летия Победы про своих дедов, да, про своих родителей, что ведь война же мимо нашей ни одной, наверное, семьи мимо не прошла. И что узнали, это же тоже вызывает большое чувство патриотизма, да. Потом очень достаточно много молодых людей работают волонтерами, достаточно много молодежных инициатив. То есть, в этом плане у нас в городе достаточно продвинутая молодежь, что хочу сказать. Действительно, и вот наш комитет управления по молодежной политике действительно отчитывается. Там очень много молодежных формирований, организаций, и студенты, и школьники. То есть, я думаю, это надо очень приветствовать, потому что это люди, которые в будущем будут... Это будущее нашей страны, нашей страны, нашей республики города. Совершенно верно. Если в них не вкладывать, то в кого? Потому что, ну, возьмите даже вот этот яркий пример Украины, да? Они же начали с детей, с истории. Да. И все. 20 лет хватило, чтобы... По-другому взглянуть на те события, которые происходили. Чтобы... Чтобы нас теперь считали оккупантами. Вот 20 лет всего хватило. Хотя, казалось бы, 70 лет мы жили в одной стране и делили практически один хлеб на все 15 республик. Валерий Павлович, вы сказали, что, ну, действительно, ни одну семью в нашей стране, в странах СНГ, война не прошла мимо, да, ни одной семьи. В вашей семье кто-то воевал на фронте? Да, у меня практически все деды воевали. У меня три деда. Мой дед самый старший, он родился в 902 году. И в 42-м году был призван в армию. Дошел до Берлина, он был старшина. И, в принципе, есть медаль за отвагу, медаль за взятие Берлина. Ну и они все воевали, все живы вернулись. И сейчас у меня самый младший брат деда жив, фронтовик. Деда Леша. Он родился 23 февраля 23-го года. Ему 92 года. Тоже родиноносец, он защищал Москву. Закончил полковую школу пулеметчиков. Младшим лейтенантом в декабре 41-го года командиром пулеметного взвода защищал Москву. Был ранен. В лице вашего деда, дай бог здоровья всем нашим ветеранам, конечно, которые действительно, вот низкий поклон им за победу, за чистое небо над головой. Это может быть такие дежурные, скажем, слова, да, но они произносятся вот год 70-летия победы как-то по-другому, от чистого сердца. И действительно, каждому ветерану хочется подойти и заглянуть в глаза и сказать спасибо большое. Это была программа «Спросим прямо». Меня зовут Булац Денишеев и сегодня у нас в гостях был депутат городского совета Валерий Павлович Магыров и председатель комитета по социальной политике. Всего доброго, до встречи.